Доброго времени суток, друзья! В общем, мы провели розыгрыш аккаунта и всё-таки способом, вот таким вот именно способом, мы нашли победителя. У нас был список по цифрам, и мы запросто просто в рандомайзере крутанули нужную цифру и получили результат. Ну и вот, кстати, есть скрины этой переписки, то, что это всё реально правда, и то, что реально победитель получил свой приз. Ну и что хочу сказать, то, что вы также можете вернуться на этот вот магазин, там, где вы участвовали в розыгрыше, ну и можете, естественно, заказать по очень низкой цене навык какой-то, либо персонажи, либо скин какой-то, который вас очень сильно интересует, но у вас на него не хватает денег, но вы можете купить его буквально за, наверное, за 5-10 рублей. Вот даже вот такая вот цена, я думаю, у вас должна устроить. Думаю, 10 рублей на киви у кого-то дозволяется. Ну а, например, многими заветного даоса или некроманта вы сможете получить почти бесплатно. Ну, если что, ссылочка будет в описании, если кто не видел, то заходите, смотрите, выбирайте и пишите. Ну а также, если вам это видео понравилось, друг, то ставьте лайк, но если вы вдруг расстроены всё-таки тем, что вы не выиграли, то с вас дизлайк. Ну и обязательно подпишись, потому что я все вижу. Также, как вы знаете, я сделал коллаборацию, не такую большую, но, думаю, существенно заметную, с ютубером таким, как Ем. М. Многие называют по-разному, но всё-таки оно так. Смысл заключался в том, что он делает своё видео в своём формате на мой канал, а я делаю видео своё в своём формате на его канал. И, кстати, получилось довольно неплохо, поэтому это видео я оставлю вам крутиться, то самое видео, которое я делал для его канала. А то видео, которое он делал для моего канала, оно висит ниже, поэтому обязательно переходите и смотрите. Думаю, ссылочку я оставлять не буду, потому что это видео и так висит последним, да и к тому же в конце это видео вы увидите в предложениях у вас. Ну а я желаю вам приятного просмотра, дорогие друзья. Ну и заранее с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока. Здорово, дорогие друзья, вы на канале М, но с вами не он, с вами я, дядь Андрей, ссылка будет в описании, поэтому заходите ко мне на канал, я вас жду в гости. Ну а мы начинаем. Ну а в этом видео я расскажу вам топ-3 персонажа, бесплатных персонажей, которых лучше стоит всего прокачать в самом начале игры или качать сразу же после того, как вы прокачали предыдущего. Сразу хочу сказать то, что это лично моё мнение, а ваше мнение вы можете высказать, естественно, в комментариях, но обязательно вам всем, думаю, ответит и все ваши комментарии будут прочитаны. Рыцарь. Нет, рыцаря прокачивать я не советую, потому что лично мне он очень не нравится, хотя если вы вдруг любите раздамаживать врага по-быстрому, то это как раз к вам. Первый персонаж, которого лучше стоит прокачать, скажу честно, лично я прокачивал разбойника, поэтому я лучше вам посоветую прокачать разбойника, потому что он довольно сильный, он довольно быстрый и также у него очень мощная ульта. Также касается то, что у него очень хорошее оружие, если оно прокачано до конца, ну и в принципе он вполне бюджетный со стороны покупки в начале игры. К сожалению, на нём пока всего две ульты, одна из них платная, хотя я бы сказал, что она очень имбовая, если она у вас есть, то я рад за вас, потому что я бы себе её точно хотел бы. Почему стоит прокачать именно его, а не ассасина? Я бы взял только лишь бы его ради того, то что у него реально хорошее оружие. Это оружие оно и стреляет, и бьёт в ближнем бою, ну а также, если возьмёте на это оружие точильный камень, то оно будет стрелять с большим уроном, ну и это будет как бы совсем имбово. Ну а также, естественно, у него имеется хорошая ульта, с помощью которой вы сможете реально хорошо уворачивать от абсолютно любого выстрела, даже если это будет лазер, даже если это будет обычная пуля, и даже если это будет яд. Если хорошо научиться пользоваться именно этим навыком, то вы сможете постоянно кликать на эту ульту, даже можете рассчитать любое время удара, любое время клика на эту ульту, и сможете вернуться от абсолютно любого выстрела и не получить никакого урона. Но при этом ещё пуля, которая вас поражала, она просто исчезнет. То есть вы сможете прыгнуть в кучу пули, и эти пули просто-напросто исчезнут, и уже больше никогда вас не задамажат. Поэтому именно разбойник, тем, что он бюджетен, тем, что он реально сильный, как по мне, то он заслуживает первое место в топ-3 персонажей, которых стоит прокачать в начале игры. Потому что именно в соло-плеер он сможет показать себя прям очень с хорошей стороны. Второй персонаж, которого я прям советую прокачать в начале игры, сразу же после разбойника, чтобы играть, например, даже с другом или наоборот одному, то этот персонаж будет, кстати... Ну и, естественно, это алхимик. У алхимика есть очень хороший навык, с помощью которого вы сможете проходить локацию 3.5, если это будут инопланетяне там, да, босс какой-нибудь, то вас не отравит ядом, это уже большой плюс. Также иногда на некоторых локациях бывают боссы, которые пускают яд, либо даже просто на локации, на обычной, с мобами, то там тоже могут какие-то мобы присутствовать, которые могут унести вам урон от яда. Второе, не менее важное качество его, это хорошее оружие. Оружие хорошо только вблизи, но, к сожалению, вдали этот дробовик будет очень плохо. И при этом, чтобы не выбрасывать вам оружие, вы вдруг найдете синюю печь-переплавильню, то вы сможете просто-напросто переплавить это оружие в одно удобрение. Ну вот, допустим, мы до конца прокачали алхимик, и теперь он имба. На самом деле нет, ребята, дорогие друзья, то вам нужно купить именно вторую ульту, потому что первая ульта, это полная помойка, и вообще она очень плохо работает, и она очень косая. Вторая ульта выпускает аж целых три банки, по одной, поэтому вы не промажете ни в какой момент, и сильно не просрете свой нужный момент. Ну, естественно, эти зельки его, они наносят урон по зоне, от яда, от огня, и также есть урон заморозки, и при этом замораживает противника. И при всем этом, если он попадет все три зельки прямо во врага, то он нанесет здоровый урон. И это только от того, что они просто взорвутся. Я не буду рассказывать особо про третью ульту, потому что она у него тоже платная, и обзор ее полный, и хороший баг, к помощи которого вы сможете реально стать бессмертным, будет у меня, естественно, на канале. Сами зайдете, и все увидите. Ну и таким образом, алхимик заслуживает второе место. Ну а на топ-3 я бы поставил священника. Почему именно его, спросите вы, ведь у него навык вообще, можно сказать, бесполезен для вашего тиммейта, ну а также оружие очень плохое, медленное и слабое. Да, и сама покупка персонажа обходится довольно дорого. Но смысл его заключается в том, что это очень имбовый персонаж для игры с другом, или даже с многими друзьями. Допустим, если вы даже берете первую ульту, которая исцеление, она очень много хпшек может отхилить, даже если, например, ваш друг любой персонаж, то можно сказать, что хпшки у него будут полные. Потому что его навык, он восстанавливает больше здоровья с помощью хилки. То есть даже на его хилку это все действует. При этом первая ульта также дает вам регенерацию брони. То есть у вас начинает регениться броня. При том, что вы используете это в зоне, и кто наступил на эту зону, то есть это либо вы, либо ваш друг, то он тоже начинает регенить броню. И при этом очень полезная фича на нем, то что это исцеление, оно наносит урон врагу. Хотя об этом нигде не написано. Ну и не менее имбовым навыком является второй навык, который называется молитва. Хотя сам навык будет собрать довольно непросто, но думаю и не так тяжело. Но после того, как вы все это дело соберете, прокачаете, вы сможете играть с другом и при этом хилить его на расстоянии. Восстанавливает это не так много хп, как первый навык, но зато он может делать это в любой зоне, в любой позиции. И при этом он также ускоряет своего друга и также себя. При этом восстанавливает несколько брони и также он дает защиту от урона. То есть урон, который будете получать, будет наноситься в два раза меньше. Ну или на 50% меньше, скажу честно. Я сам этого сильно не замечал, но оно так и работает. Ну а также огромный плюс, если вы вдруг играете один, то у вас обычно не встречается ни на вашем пути никакой хилки. Но как раз он вам даст то, что вам нужно. То есть вы сможете просто лечиться. Хотя обычно в обычных матчах вы фиг найдете зелье здоровья или еще чего-то типа того подобного. Ну а на этом все. Вы сейчас услышали топ-3 персонажей бесплатных, которых стоит прокачать в самом начале игры. Ну или чуть попозже, чем в начале игры. Ну а с вами был Дядь Андрей на канале М. Всем пока. До новых встреч.